Как развивается кролиководческая отрасль в Крачао-Черкесии? Наиболее популярны кролики-великаны. Они покоряют сердца как детей, так и взрослых. Азамат Шавгенов из Аула Псыш не предполагал, что от обычной породы перейдет к разведению породистых. Теперь его любимое занятие перешло в разряд профессиональных. С чудесными гигантами и ушастиками познакомилась и Альбина Ламкова. Интервью нам дашь? И любопытно. Играется. Играясь, да? Как ты знаешь, с характером. Они у вас все с характером? Не все. Несмотря на свой большой размер, крольчиха породы Ризин еще маленькая. У нее много энергии, она любит поиграть. И при этом не забывает поесть и поспать, говорит Азамат Шавгенов. Еще он добавил, что у кроликов этой породы добрый покладистый характер. Их разведением Азамат занимается 14 лет. Но порода Ризин у него не так давно. Я начинал с простых кроликов. А сколько у вас сейчас кроликов? Сейчас где-то голов 200, наверное. Вот именно гигантских сколько у вас кроликов? Ну, гигантских, например, у меня вот этот цвет, вот этот, агутий называется, вот этот цвет сейчас у меня 12 линий. На сегодняшний день столько линий ни у кого нет. Кролики Ризин привлекли внимание Азамата Шавгенова своими крупными габаритами и массивным телосложением. У этого великана вкусное диетическое мясо и качественный мех разных расцветов, говорит заводчик. Кролики приносят не только доход, но и радость. Одно удовольствие любоваться ими, говорит Азамат. Домашние животные неуклюжие и неповоротливые. Поэтому держать их лучше в просторных клетках, которые и построил для них заводчик. А чтобы кролики не болели, оставались активными и плодовитыми, за ними важно правильно ухаживать. Мягкой подстилки, если не будет, они лапы отбивают. Их на сетку сажать нельзя. И сухо должно быть. Если будет там мокро, они могут заболеть, чихать. Именно вот эта порода самая тяжелая из всех кроликов по разведению. Этот кролик очень капризный. Длина кролика 65-80 сантиметров. Вес взрослых особей может достигать и больше 10 килограммов. Азамат познакомил нас с одним из своих тяжеловесов по кличке Боцман. Питомец весит 10 килограммов 200 грамм. Тяжелый, действительно. Это много считается, да? Они плохо работают, когда слишком много набирают. Он работает, но все равно для него много. Устает быстро. В середине сентября Азамат Шавгенов представил своих пушистых животных на выставке. И не зря вернулись домой с призами. Знакомьтесь с лучшим кроликом выставки. Это его кубок. За первое место на недавне прошедшей выставке Юга России он набрал 98,5 баллов. Ему еще 7 месяцев. Он маленький. И в отличие от своих братцев-кроликов, очень приветлив он еще будет расти и давать хорошее потомство. Кличка самого доброго ушастика «Танк». Прозвище получил не зря. Характер полностью соответствует кличке, говорит Азамат. Он четко выполняет все команды. Не достался высший балл из-за преждевременной линьки. Видимо, переезд казался, признается заводчик. Второе место также получил кролик Азамата. Но уже другой породы. Евро-Шиншилла называется. У них должны быть уши маленькие. У них шерсть очень хорошая. Он тоже участвовал в выставке. Второе место. Это 97,5 баллов дали ему. Планов по разведению кроликов у Азамата Шовгенова много. Первым пунктом стоит дальнейшее благоустройство вольеров, чтобы животные росли здоровыми и хорошо размножались. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков. Вести Карачаева, Черкесия. Абазинский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова